На сегодняшний день есть четыре региона, которые находятся в очень небезопасном состоянии. Какие? Это Харьков, Харьковская область, Одесса, Одесская область, Запорожская область, Запорожье, Мариуполь. То есть вот эти четыре региона, это те регионы, в которых будут попытки раскачать ситуацию. И мы, в принципе, это периодически наблюдаем. Тот же Генштаб сейчас, или Генштаб, или Минобороны, точно не могу сейчас сказать. Прошла информация по Одессе о том, что стоит вопрос, а нужен ли нам флот. Если у нас не будет вообще флота, то тогда вопрос Одессы завтра вообще может отпасть как части Украины. Потому что даже то, что удалось забрать из Крыма, это то, что позволит Украине защищать себя хотя бы тем минимальным ресурсом, который есть. Но те вот троянские кони, иначе я это не назову, или те пятые колонны, которые сегодня остаются во власти, которые не люстрируются, потому что они едут в зону ОТО, получают участника или карточку, или себе отмечают, что они были в зоне ОТО, что они есть участниками ОТО, они не могут поддаваться иллюстрации, то в этом случае они не будут подвергнуты иллюстрации, они будут продолжать свои непорядочные действия по отношению в том числе уже к государству. И таким образом раскачивать ситуацию изнутри. Поэтому если вот эти все факты, даже вот эти минимальные факты, они показывают, что за год у нас практически ничего не изменилось. То есть прошел только перераспределение власти и смена лиц. Смена лиц и возвращение какой-то даже части людей, которые работали за предыдущие 23 года, скажем так, даже на все политические силы, или при различных министрах, при различных президентах. То есть для них разницы нет. Они приспосабливаются с точки зрения того, что им необходимо, чтобы формат системы остался. То есть системе удобно остаться в том состоянии, в котором она есть. Ну и естественно, что усилить еще информационное поле так, чтобы показать, что все движется вроде бы как хорошо.